И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен анонсу наших замечательных обновлений. Сегодня у нас четверг, и сегодня мы вместе с вами пройдемся по всему тому, что у нас уже будет вместе с вами завтра в игре. День Святого Валентина в танках, временная остановка продажи звезд и список обновлений. Именно эти три темы мы сегодня вместе с вами пообозреваем. Начнем с Дня Святого Валентина, именно с завтрашнего дня, с пятницы, с 11 февраля по 14 февраля, не включая. В игре у нас стартует День Святого Валентина, он очень сильно похож на обычный дефолтный ультра уикенд. Скидки в магазине 30%, пушки на весь гараж тоже 30%, на улучшения 30% на запуск, 50% на ускорение. И я каждый день, по сути, начиная с пятницы, пятница, суббота, воскресенье, у нас есть такие вот замечательные скидки. Дальше появляется спецрежим на чернушке будущем и редалерте с повышенным шансом выпадения золотых ящиков. Овердрайвы отключены и при этом увеличен шанс выпадения голдов, и это просто демка, дефолтная демочка. Появляется также два праздничных специальных предложения. Одно, я так понимаю, будет стоить 2002-е, 20 тысяч. В 2000-е входит 10 ультракантов, 1 единица ядерной энергии, 15 дней према, 3 недельных канта. В 20 тысяч стоит 250 ультракантов и 3 единицы ядерной энергии. Если честно, то спецпаки, ну такие спорные, да, то есть на прошлой неделе у нас здесь было 300 кантов, ну а насчет этой спецухи, то было 30 дней према у нас, было 30 дней према, поэтому, ну такие, не очень, если честно. В ультракантейнерах появляется новое устройство для огнемета парализующая смесь, о нем чуть попозже поговорим. Добавляются коинбоксы, увеличенные фанды и опыт, понятное дело, супермиссии, за которые в сумме можно получить 400 звезд. Из интересного здесь надо набить по 50 килов на легких, средних и тяжелых корпусах, все остальное здесь, ну, довольно просто, да, по дефолту выполняется, использовать там 10 овердрайвов, топ-3 в победившей команде там занять, выиграть один бой с боевым пропуском и с премкой, да, то есть там тоже можно заработать за боевой пропуск и за премку. Дополнительно. По временной остановке продажи звезд, до 14 февраля, до окончания битвы ютуберов, отключили возможность покупки звезд, в связи с тем, что разработчики выявили какую-то мошенническую схему и кто-то хочет накрутить покупные звезды. Поэтому возможность их покупки просто-напросто отключили полностью. Ну, а по списку обновлений здесь очень много интересной информации, о которой мы сейчас вместе с вами пройдемся, пообсуждаем, поговорим. Если вкратце, сразу вот просто вот я уже как бы прочитал, если вкратце, все статус-эффекты эми на любую пушку занерфлены. Все абсолютно до единого статус-эффекты занерфлены. Также обновлена логика подсветки целей, опять начали обводки какие-то другие становиться. Красная, оранжевая, желтая, серая, жирная, тонкая. Я не знаю, зачем столько всяких разных этих замечательных обновленных обводок, но завтра увидим, узнаем, как это будет делать, работать. Я, в принципе, никогда не придаю особо этому значению, там по ситуации уже разберемся. В ультраконтейнере добавили новое устройство для огнемета. Это устройство, на котором время оглушает, на короткое время оглушает противника с критическим уроном. Сила нагрева целей и критический урон при этом снижены. То есть, по сути, жига с оглушением, да, это новая, я так понимаю, пачка устройств для жиги, которые появляются. Кто-то говорил вчера вечером на стриме о том, что на фриз устройство есть, значит, а на жиге нет. Вот, хоп, начинаем, уже и на жигу тоже появляются. Так, по пушкам огнемет фриз, предельная дальность отображения. То есть, здесь просто отображение теперь работает до 20 метров. Также и на Тесле здесь отображение Эмми устройство на Теслу занерфлено. На приз Эмми устройство занерфлено. На молот устройство Эмми занерфлено. На Твинс тоже занерфлено. На рикошет скорость полета снарядов увеличена. Но с устройством стабилизации минус поле, наоборот, она снижена. То есть, просто дефолтный рикошет теперь стреляет быстрее. Его можно, кстати, будет потестить. Возможно, он стал интереснее. А то в последнее время его так занерфили, убили просто в хламину. Ну, скорость полета снаряда с Маки снижена с 500 метров в секунду до 250. То есть, в два раза скорость снаряда с Маки меньше. Эмми занерфили. Ну и предельная дальность отображения тоже стала больше. Страйкер. Нерф. Нерф страйкера. Не нерфят ни урон, не нерфят ни какие-то критические выстрелы. Нерфят скорость полета ракет. Начальную скорость, максимальную скорость. Время ускорения ракет. Ну, единственное, только угловую скорость ракеты. Я не знаю, что это такая за скорость. Но тут, короче, типа, ее градус увеличен. Скорее всего, это если вы стоите снизу, противник стоит на мосту. Либо вы стоите на мосту, противник снизу моста. Вот этот вот градус теперь будет более качественно работать. Но скорость полета страйкера занерфили. И это, ну, возможно, печальная тема. Возможно, печальная тема. Но я думаю, что если вам интересно, то мы страйкер тоже затестируем. Я обожаю эту замечательную пушку. Пушка вулкан. Скорость полета снарядов снижена. Критический урон при этом увеличен. Но я считаю, что это плюс-минус то же самое будет. Да, может даже немного что-то будет вроде нерфа. Гром нерфит. Нерфит замечательный гром. Скорость полета снарядов с 400 до 300 уменьшили. То есть это на 25% уменьшили скорость полета снарядов. Гром-то и так не нагибает. Он и так ничего особо не показывает. Рельса под Викингом Овердрайва теперь сможет наносить меньше выстрелов. А именно хватит примерно на 10 выстрелов. Эмми так же само занерфлена. На Гаусс Эмми занерфлена. Скорость полетов снарядов тоже уменьшили. То есть, по сути, на все дальнобойные пушки скорость снарядов уменьшили. Шафт. Просто предельная дальность. Терминатора чуть-чуть с одной стороны бустанули. Но тоже незначительно. Паладин. Наконец-таки. Наконец-таки нерфят. Длительность зарядки Овердрайва теперь увеличена с 270 до 360. То есть, 6 целых минут будет заряжаться Овердрайв Паладина. Я этому безумно рад. Но это, по сути, всего лишь на полторы минуты увеличили. Поэтому, ну, не знаю. Наверное, еще будет нормально себя чувствовать этот замечательный корпус. Мины активации снизили с 0.1 секунды до 0.05. То есть, как только вы нажимаете, сразу, если под вами там где-то противник, сразу срабатывает миночка. Также теперь вы ее будете видеть дальше. До 15 метров. И полная видимость увеличена до 10. Да, то есть, ну, тоже неплохое обновление. Время смены вооружения становится 9 минут. Еще больше на 1 минуту. Общий чат до звания мастер-сержант доступен только в режиме чтения. Исправлен индикатор отсутствия батареек на установленном дроне в лобби. Исправлена работа настройки включения и выключения уведомлений. Мелкие превью. Вооружение МК-1 из контейнеров замены на большие. Ну, короче, то есть, такие незначительные изменения. То есть, если вкратце, все устройства имя нерфанули, страйкер нерфанули, паладин нерфанули. Это все, что вам нужно знать из вот этой большой пачки. Ну, и как многие меня просили, это если мы делаем обзор, сразу же смотрим в ВК, есть ли у нас анонс, анонс видеоблога. Анонса видеоблога, к сожалению, у нас нет. Если бы был бы, я бы его тоже мог бы вместе с вами посмотреть. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Пишите, что вы думаете по поводу Дня Святого Валентина, который с завтрашнего дня у нас уже стартует в игре. Как по мне, это дефолтный ультра уикенд. Без никаких там сюрпризиков. А могли бы и сделать их, если честно. Могли бы хотя бы сделать номинал повышенных золотых ящиков в ДМ-режиме, чтобы играли в спецрежим, а не били звезды. Потому что всем нужны звезды в нашей замечательной битве ютуберов. А так вы могли бы хоть байтануть. Пишите, что вы думаете. Поддерживайте видео с лайком. Подписывайтесь, друзья, обязательно на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был Мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.